Здравствуйте! Вы смотрите iNews в студии Андрей Соколов и в ближайшие минуты самые интересные события из мира высоких технологий. Роскосмос завершил расследование аварии космического корабля «Прогресс». Напомним, ЧП произошло 28 апреля. Центр управления полетами потерял связь с транспортником, тот начал неконтролируемое вращение, сошел с орбиты и через несколько дней сгорел в плотных слоях атмосферы. Как следует из доклада комиссии по расследованию происшествия, авария произошла по причине нештатного отделения ступени ракеты-носителя. В свою очередь, это нештатное отделение произошло из-за того, что при создании ракетно-космического комплекса не были учтены особенности взаимодействия корабля с ракетой-носителем. Что интересно, в отчете не указывается, почему именно не были учтены данные особенности. На днях анонсировали новую серию одной из самых известных игр о постапокалиптическом мире Fallout 4. В сети появился первый официальный трейлер. Напомним, серия Fallout берет свое начало в 97 году. Именно тогда вышла первая игра. Действия происходят в мире, пережившем ядерную войну, а главные герои — люди, которые смогли спастись в различных убежищах. Новая часть, хотя и имеет цифру 4 в названии, станет уже шестой по счету. Действие развернется в городе Бостоне. Сообщается, что основным персонажем станет выходец из убежища 111. К слову, ранее это место в игре нигде не фигурировало. Судя по отзывам в интернете, Fallout 4 поклонников серии заинтриговала. Однако не обошлось и без ложки дегтя. Многие жаловались, что графику не завезли. И действительно, визуальная часть могла бы быть немного лучше. Но вполне возможно, что к релизу ее доработают. Как сообщили разработчики, новая серия Fallout выйдет только на ПК и на игровых консолях последнего поколения PlayStation 4 и Xbox One. Когда именно, пока неизвестно. В последнее время все большую популярность приобретают беспилотные летательные аппараты. Так называемые квадрокоптеры или иначе дроны, которые расширяют горизонты видеосъемки, доступны сейчас любому желающему. Однако сделать подобный аппарат можно и самому. Причем собрать беспилотник под силу даже школьникам. Изучить все аспекты они могут в школах беспилотных летательных аппаратов. В рамках занятий дети смогут создать свои собственные летательные аппараты на базе квадрокоптеров, на базе системы «Ардрон» и испытать их в действии, полетать, поучаствовать на соревнованиях. На таких занятиях школьники приобретают навыки умения работы с моделями, современной техникой, программированием, а также развивают логическое мышление. Вертолеты штука хорошая, но у нее один ротор. И в плане надежности, живучести, техника квадрокоптера штука дорогая, на четырех винтах она надежнее, безопаснее. Именно по этой причине квадры по периметру защищены пенополиуретановым блоком. Работа с детьми наиболее удобна и безопасна. Учебная программа в подобных школах разрабатывается таким образом, чтобы она была интересна всем детям, начиная с пяти лет. Любой ребенок сможет почувствовать себя настоящим инженером и создать свой собственный беспилотник. Как рассказать ребенку, что учиться – это интересно. Приходите в Дом занимательной науки и техники. Неожиданные эксперименты из мира физики, химии и невероятных иллюзий. Научно-познавательное шоу для детей всех возрастов. Тулкая 91. На этом все. Следующий выпуск iNews смотрите уже завтра. Также присоединяйтесь к нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!